В своё время после релиза Fallout New Vegas у Bethesda Softworks было два варианта поведения. Либо делать Fallout 4, развивая идеи, заложенные в третьей части, либо привнести в новый курс хоть что-то от New Vegas. Студия решила дальновидно всё к чёрту проигнорировать. А вы сейчас такие сидите и... Ваня, погодь, ты там ничего не попутал с веской Fallout, например, а? Мы вообще-то тут за порцией хоррора пришли. Не бойтесь. В конце выпуска станет ясно, к чему это было. Ведь страх наводить можно разными способами. Можно внушать игроку, что вот-вот на него выпрыгнет страшный монстр и съест. А можно намекать, что монстром окажется сам игрок. Здравствуйте, люди у экранов. Вы находитесь на stopgame.ru Меня зовут Иван Лоев. И это второй эпизод истории Frictional Games. В этот раз можете не пристёгиваться. Ремни всё равно не спасут вас от жести, которая будет в выпуске. И да, считайте это дисклеймером. Итак, какой вывод можно было сделать из прошлого выпуска? Что для маленькой такой Frictional Games работа над серией Penumbra обернулась полным кошмаром, который едва-едва не закончился закрытием студии. Игры не принесли шведам ни больших денег, ни армии фанатов, ни громкого признания заслуг. НИ-ЧЕ-ГО, кроме страха банкротства. Поэтому, как я уже говорил, пока свободные руки студии делали нужную скорее просто для скромного заработка Penumbra Requiem, Томас Гриб помыслами уже находился в другом месте. В средневековом замке, по которому блуждал герой следующей игры студии. Так как Формула Penumbra была признана не очень успешной, разрабатывали новый проект с желанием максимально отойти от старых устоев. Хотели вернуть оружие, стычки с противниками сделать более частыми, жесткими, а само действие более кровавым и жестоким. Потому что в начале 2000-х на киноэкранах неплохо так набрал популярность так называемый жанр торчер-порн. Фильмы, типа горячо любимые мною пилы, хостела, которые я как раз таки не понимаю совершенно, туристас, о котором мне нечего сказать, и многочисленные повороты не туда. Кровавая жестокость продавалась. А нашей главной героине, в смысле студии Frictional Games, чтобы не схлопнуться, именно это и было нужно. Хоть какой-то резонанс. В результате изначальный, так скажем, тезисный диздок нового проекта звучал следующим образом. Дело будет происходить в средневековом замке, будет больше, чем в прошлом проекте монстров, и они станут разнообразнее, стычки с ними станут напряженнее, загадки станут наоборот проще, а само действие динамичнее и нелинейнее. Будет больше жестокости, а в руки главному герою вернется оружие. Незакрытым оставался только все еще больной вопрос финансирования. Paradox Interactive, изначально вызвавшаяся поддержать проект, издавать игру не торопилось. И Frictional Games пришлось обращаться за господдержкой в Nordic Game Program с капельку подправленным описанием игрового процесса, дескать, главным противником в игре будет тьма, а не какие-то монстры. Проект тогда и назывался соответствующий, Lux Tenebras, освещающий тьму, что как будто бы тематически рифмовалось с предыдущей игрой, пенумброй. Однако, как мы знаем, релизное амнезием описывалось не совсем так. Как же вышло, что в процессе разработки игра настолько изменилась? На то были причины. Во-первых, после многочисленных итераций стало ясно, что реализовать интересное и уместное оружие авторы не могут. В начале игры оно делает все слишком простым, а к концу, наоборот, невероятно сложным. Во-вторых, Paradox Interactive, которая в конечном счете отказалась издавать новую игру студии, устроила в Steam распродажу. И пенумбра, оказавшись на этой полке, за несколько дней принесла своим создателям денег едва ли не больше, чем за все время до этого. После чего авторы осознали, что отказываться от прошлых наработок все-таки, наверное, не стоит, и решили сделать игру линейнее и с упором на психологизм, а не на кровавую жестокость происходящего. В-третьих, для таких излишеств, как большой масштаб и нелинейность, нужны деньги и силы. А к концу разработки ни того, ни другого у Frictional Games не было. Поэтому ей приходилось вгрызаться в каждый цент. В 2010 году Humble Bundle устроила знатную распродажу инди-игр, среди которых была пенумбра, после чего студия выложила исходники в открытый доступ. Это помогло, но не сильно. Так что уже летом Frictional Games открыла предзаказы на свой новый проект, пообещав, что если их наберется больше двух тысяч, то случится какой-то бонусный контент. Дополнительно они заключили контракт с 1С на распространение игры на территории России. И только благодаря всему этому студия дотянула до релиза. В конечном счете, Amnesia The Dark Descent, только давайте вот я ее не буду называть амнижа, пожалуйста, просто амнезия, хоть по-русски, хоть по-английски, потому что так более благозвучно. Так вот, как игра не старалась отойти от наследия пенумбры, но получилась она именно что развитием идей, заложенных в Black Plague. И стала первым проектом Frictional Games, который студия выпустила самостоятельно, как минимум на цифровых просторах Steam. Там была еще неприятная история с тем, как пресс-версию выложили на торренты раньше срока, и разработчики страшно напряглись, но после релиза игра произвела настоящий фурор. Субтитры поиск community. Субтитры поиск в виде Субтитры поиск любви. Субтитры поиск в виде Субтитры сделал DimaTorzok Штаб воздействия, амнезии на окружающий нас с вами игровой мир переоценить Да, можно, но сделать это сложно Как минимум по двум причинам Во-первых, эта игра породила после себя какое-то совершенно несусветное количество подражателей Которых резко окрестили инди-хоррорами И 99% которых представляют собой абсолютно безидейные поделки на тему Бессильный герой бегает по темноте от монстров А в оставшемся проценте хоть кто-то хоть что-то пытался делать Пусть результат бывал неоднозначным И даже случались большие и дорогие своего рода ответы на тему Однако факт остается фактом По сей день редкий хоррор не несет на себе в каком-нибудь виде отпечатка от амнезии Во-вторых, наряду с Майнкрафт это была едва ли не обязательная игра для летсплееров Пожалуй, даже более обязательная На экспрессивные вопли и лица ужаса игроков Зрители всего Ютуб завороженно смотрели часами Посчитать, сколько блогерских карьер начиналось с этой игры Ну или при значительном ее участии Ой, как сложно Причем, по факту это работало в обе стороны Летсплейщики гарантированно получали аудиторию Потому что игре было чем здорово их напугать На что и хотели смотреть зрители А игра, в свою очередь, получала известность и огласку без затрат на рекламу Идеальное сарафанное радио Ну и в-третьих, если бы не амнезия, возможно, меня бы здесь тоже не было Я же на СтопГейм официально трудоустроился После конкурса прохождений, для которого я игру пробежал аж дважды Тем любопытнее Что на самом деле амнезия... А впрочем, ладно Давайте обо всем по порядку Амнезия призрак прошлого в нашей локализации Это как и пенумбра, сурвайвл хоррор от первого лица с элементами адвенчуры Игра настолько близка к своей предшественнице, что между ними проще обозначить отличия, чем сходства И там, и там вид от первого лица И там, и там нет боевки И там, и там загадки, вписанные типа в окружение И там, и там очень темно Только в амнезии персонаж этой темноты и монстров реально боится При этом масло в фонаре стремительно заканчивается А чтобы зажигать свечи и факелы вокруг, надо тратить трутницы Которые валяются в округе в ограниченном количестве Что делает борьбу с темнотой действительно важной игровой механикой И там, и там сюжет подается через записочки Но в амнезии убрали мысли главного героя Чтобы вся эмоциональная тяжесть происходящего падала на игрока Без призмы протагониста И там, и там герой большую часть времени проводит в полном одиночестве Но в амнезии все-таки встречаются живые персонажи Не то чтобы прям живые В общем, чтобы объяснить, какие они Давайте-ка переходить к самой игре Начинается все с того, что главный герой, которого зовут Дэниэль Приходит в себя на полу средневекового замка после полной потери памяти На дворе, если что, 1839-й Все, что у героя есть при себе, это записка о том, что надо убить Александра Бренненбургского Что за Александр? Почему Бренненбургский? Зачем его лишать жизни? Это и предстоит выяснить главному герою, а вместе с ним и игроку Также в записке упоминается некая тьма С которой нет смысла бороться и от которой можно только убежать И вот с этих стартовых данных герой начинает свой титульный Dark Descent Спуск во тьму Герой от залитых вечерним светом локаций Ну, не то чтобы прям залитых, но Хотя бы от комнат с окнами или другими естественными источниками освещения Постепенно попадает во все более мрачные Зажимающие со всех сторон непроглядные тьмой залы и коридоры Причем, в отличие от Пенумбры, амнезия гораздо меньше топчется на месте Ограничивая движение игрока вперед Вместо этого она постоянно накидывает что-то новое Декорации постоянно сменяют друг друга Погреба, винные обыкновенные Кабинеты с книжками и химическими реагентами Затопленные подвалы и коридоры Какие-то залы, темницы, пыточные камеры ближе к концу Благодаря такому стилистическому разбросу призраку прошлого удается достичь сразу нескольких целей Игрок не успевает привыкнуть к одной локации, изучить ее до конца, как его вбрасывают в новую А вместе с декорациями меняются, так сказать, правила игры То вы спокойно исследовали окрестности вокруг хаб-локации, как в Пенумбре А вот уже пытаетесь убежать от ласкового куся невидимой твари Что постепенно перерастает в улепетывание от нее с хлопаньем дверями Следом вы оказываетесь в темной душной темнице среди монстров И таким образом меняются не только декорации и их настроение Но и темп, можно даже сказать, пульс игрового процесса Чему также способствует ощутимое снижение акцента на загадках Они и встречаться стали реже, и сложность их понизилась Благодаря чему большинство головоломок проходятся как будто в фоновом режиме Правда, вот с вписыванием в контекст на этот раз что-то не задалось С одной стороны, задачки типа «Путь герою перегородила здоровенная сопля, надо ее растворить кислотой» Формально вписываются в лор Но выглядят, ну, очень лениво Чего не скажешь о столкновениях с монстрами Они теперь случаются чаще Выглядят чудовища значительно страшнее Тут уж дизайнерам полный респект Но главное, сами догонялки обставлены ощутимо лучше В первую очередь, потому что появился фактор случайностей В некоторых местах враги появляются все еще заскриптованно А в некоторых спавнятся с какой-то вероятностью Благодаря чему и при загрузке, и при перепрохождении игры Вы не можете точно знать, выпрыгнет кто-то из-за угла или нет Во вторую очередь, потому что герой так и остался без средств к самообороне В случае встречи с противником единственное, что он может делать, это бежать Причем игра очень классно манипулирует страхом игрока Всегда заранее давая услышать приближение монстра Чтобы вы начали лихорадочно осматриваться вокруг в поисках темных мест, шкафов и других безопасных укрытий Потому что, и это важно, искусственный интеллект врагов и скорость их передвижения подтянули Просто убежать стало не так-то просто Впрочем, игроки довольно быстро нашли обходной путь Если герой умер, то скорее всего в том месте, где только что были буки, теперь их уже не будет А за автооткат на точку автосохранения никаких штрафов игрок не получал Так что особо нетерпеливые просто, так сказать, рашили Единственное, чего врагам, в отличие от декораций, не хватило, так это разнообразие Их всего три типа, а по сути даже два Первый это шагающие губаноидные твари, как будто бы криво-косо собранные из частей других людей Спойлер, так и есть И вот их формально существует два разных типа, которые выглядят по-разному Но в игре оба они просто бегают за героем и бьют его Вторые встречаются ровно один раз И это невидимые товарищи в воде, реагирующие на плюхи И радостно кидающиеся терзать все, что похоже на мясо Вот и весь бестиарий В результате, несмотря на то, что начинался этот выпуск со слов Амнезия настолько близка к своей предшественнице, что между ними проще обозначить отличия, чем сходства По факту это справедливо только в очень общих чертах Там, где Пенумбра не торопилась, давала человеку у монитора побыть одному, но в это время Заигрывала с его воображением записочками и звуками Амнезия ведет себя гораздо более агрессивно, фокусируясь на том, чтобы протащить игрока через своеобразные американские горки ужаса При этом постоянно вкачивая адреналин в кровь Враг может выскочить вот отсюда и вот оттуда, а еще у тебя кто-то сверху топает и снизу топает Так что берегись Отсюда, собственно, и настолько яркие реакции летсплееров и простых игроков Но тут лично у меня возникает вопрос Окей, у нас есть костер из адреналинового страха Но что мы на нем готовим? Пора поговорить о сюжете В общем-то, если не вдаваться в глубинные подробности, а этим я заниматься не хочу То главный герой, Дэниэль, как я уже говорил, археолог, который, копаясь однажды в Алжирской пустыне, нашел загадочную сферу Вернулся с ней в родной Лондон, показал ее паре товарищей Те развели руками в незнании А потом через несколько дней трагически погибли И герой осознал, что это вовсе не совпадение Тут очень вовремя протагонист получил письмо от некоего барона Александра Бренненбургского Который предложил герою объяснение и помощь Находящийся в отчаянии Дэниэль отправился в Бренненбург, расположенный где-то под Бременом И там узнал, что найденная им сфера обладает великой силой Но вместе с ней приходит и великая тень, которая охотится на обладателей сферы И тогда, чтобы помочь, Александр предложил протагонисту провернуть трюк Ритуально убить человека, чтобы сбить тень с пути От отчаяния и отсутствия достойных опций герой решается на это И вполне предсказуемо, что начинается все с убийства какого-то преступника По крайней мере, так о нем говорит Александр А потом, мало того, что не останавливается Так доходит до невинных обитателей окрестных деревень Причем речь идет уже не просто об убийствах А о пытках, применение которых эффективнее отгоняет тень А для повышения эффективности этих самых пыток Александр придумал эликсир амнезии, чтобы поддерживать разум жертв в лучшем состоянии Момент осознания для главного героя происходит, когда он в приступе ярости убивает девочку Которая сбежала из камеры заточения Тут-то Дэниэль и осознал, что попытка защитить невинного себя ценой жизни преступников Превратила его самого в похитителя, в убийцу, забирающего невинные жизни И он решает противостоять баронам Для чего выпивает зелье амнезии И вот тут-то игра и начинается Постепенно спускаясь в святая святых Дэниэль не только восстанавливает свою память Но и осознает, что его радушный хозяин и не человек вовсе А сущность из иных миров, которая на самом деле стремится вернуться домой Для чего и накачивает сферу, которую принес Дэниэль, энергией Которую научился добывать из страданий людей Замок он на самом деле превратил в огромный и сложный механизм А монстров наплодил, чтобы те помогали ему без лишних вопросов Поддерживать этот механизм в рабочем состоянии Ну и в конце у героя есть по сути три выбора Либо поломать шаткие столбики и помешать осуществлению плана барона по возвращению домой Либо дождаться открытия портала и отпустить его Таким образом Дэниэль погибнет Либо в открывшийся портал закинуть другого пришельца Генриха Агриппу, которого барон мучил, мучил, но не убивал У них там отдельная своя история, которая, в общем-то, к делу особого отношения не имеет Здесь есть повод кратенько отметить интересный мотив, протягивающийся через всю игру В отличие от Пенумбры, амнезия довольно мощно вдохновлена реальными историческими личностями и локациями Замок Брененбург хоть и вымышленный, но весьма дотошно соответствует архитектуре тех времен Пытки, которые применял барон, тоже вполне реальны, что только добавляет неуютности в те моменты, когда герой смотрит на все эти орудия Сам барон, говорят, списан с Фридриха Третьего, императора Германии Вот только кроме каких-то отдельных фактических параллелей, по моим ощущениям, это ничего не дает Как и тот факт, что Агриппа списан с Генриха Корнелиуса Неттенгеймского Философа, оккультиста, врача, астролога и алхимика Ну вот, искал он философский камень Но оказалось им типа сфера Это ведь не дает никакой дополнительной глубины ни истории, ни персонажам И здесь главная проблема сюжета амнезии и зарыта В моих глазах она точно такая же, как и у Пенумбры В игре имеется некий сеттинг Некие исторические отсылочки Некие герои Некая последовательность событий Но это все не приводит ни к чему С точки зрения художественного высказа У нас есть главный герой, который по чистой глупости и наивности Влез в мутную историю, был обманут, натворил страшных дел И в конце даже расплата с ним не случилась Факт, что он пытал и убивал людей много и жестоко Никак не давит на оптимистичность концовки Я не отрицаю то зло, что совершил Но я заплатил цену Я отдал им этого ужасного человека Я поступил правильно То есть, с одной стороны, конечно, ему будет жутко жить с осознанием того Каких страшных дел он натворил Но с другой, им всю дорогу жестко манипулировали Что формально снимает всю ответственность с героя засодеянное И в глазах игрока И, судя по тону самой финальной сцены В глазах игры Это был мой величайший триумф С тех пор тьма отпустила меня Хоть сколько-то осмысленным, по моим ощущениям Выглядит только тот финал, где Дэниэль, сокрушенный тяжестью своих грехов Решает отпустить Александра в этот его далекий мир Типа, вали нахрен отсюда А сам погибает от рук тени И замок, вместе со всеми ужасными событиями, которые в нем произошли Обращается в руины Хороня весь этот ужас под грудами камней Впрочем, это скорее субъективная фигня Тематическая ненаполненность Никоим образом не мешает получать от игры тот самый хоррор-адреналин Который она поставляет тоннами А мы все его так любим И, невзирая на предрелизный слив The Dark Descent прекрасно продалась и на старте И потом, когда становилась все популярнее и известнее За счет отличного ютуб-сарафана Истасковавшаяся, или, может быть, даже ничего подобного и не видевшая публика Взахлеб носилась по мрачным коридорам Шугалась монстров и громко кричала А Frictional Games внезапно оказалась в поле пристального внимания игроков И чтобы остаться в нем, студия решила добавить в игру Редактор карт, чтобы люди сами могли создавать истории Которыми потом делились бы друг с другом К запуску этой фичи приурочили релиз дополнения от самой Frictional Games Justine Короткого хоррор-эскиза о девушке, которая оказалась В весьма щекотливой ситуации а-ля средневековая пила Не в смысле на утро после лютой попойки А в смысле Интересный твист состоит в том, что здесь нет сохранений А проходится эпизод примерно за 30 минут И несмотря на то, что дело опять происходит в средневековом замке Правда, на этот раз во Франции Игра никакого отношения к формальному лору вселенной Амнезия не имеет За годы креативного процесса Сообщество нагенерировало кучи модов И описанные в прошлом выпуске фанатские продолжения Пенумбры На самом деле модификации именно для Амнезии Но разбираться в этом давайте не будем Вы запросто можете нагуглить ТОП 10 лучших модов для Амнезии И без моей помощи Я же хочу рассказать о другом О том, что можно было назвать Самым большим модом для игры Синдром Корсакова Это форма Амнезии При которой пациент забывает то, что произошло с ним недавно Зачастую память о прошлом не стерта Но странным образом деформирована Например, главный герой фильма Мементо Страдает именно от этого синдрома Корсаковия Это модификация для Half-Life 2 Выпущенная группой студентов Университета Портсмута в 2009 году Повествующая о мужчине Страдающем от обозначенного выше Амнезического синдрома По жанру модификация Сурвайвл-хоррор С сильным упором на психологичность происходящего Потому что игрок путешествует По искаженному сознанию героя И наблюдает очень странные картины Сопровождается это все закадровыми монологами протагониста И его диалогами с врачами Которые пытаются ему помочь Мод получил определенную известность в узких кругах Но гораздо меньшую, чем его предшественник в лице Дир Эстер От тех же разработчиков Китайская комната Это любопытный мысленный эксперимент В философии сознания И особенно В философии искусственного интеллекта По сути ставящий вопрос о том Насколько наше сознание Является чем-то программируемым И в честь этого интересного эксперимента Студенты из Портсмута Собравшиеся изначально делать модификации Для Half-Life 2 и других игр Решили назвать свою маленькую молодую студию The Chinese Room В 2012 для команды происходит два важных события Во-первых, в Steam выходит Дир Эстер Один из первых громких представителей симуляторов ходьбы Нашествие которых на просторы Steam Случится несколько позже Однако тогда это была искра свежего и крайне любопытного опыта Нарративный эксперимент с нотками обреченности И капелькой хоррора А во-вторых, студия официально анонсирует работу Над Амнезия A Machine for Pigs Дэн Пинчбек, руководитель китайской комнаты Незадолго до этого познакомился с Томасом Гриппом Они разговорились И Дэн, который был склонен к различного рода хоррор-авантюрам Проронил Хотел бы я сделать что-нибудь похожее на Амнезию На что Томас мгновенно отреагировал Так сделайте, мы поможем Игра вышла осенью 2013-го и в течение недели продалась тиражом более 50 тысяч копий Судя по всему за счет громкого предка Этого было вполне достаточно, чтобы окупиться Однако в интернете не было слышно ни испуганных воплей, ни криков восторга На самом деле машина для свиней это гораздо больше пенумбра, чем Амнезия И в этом и заключается главная, если не единственная проблема игры Потому что наученные Амнезией и ее последователями А к 2013-му их уже успело выйти порядочное количество Буквально за неделю до машины кое-кто отправился в одну психушку Игроки ждали нового адреналинового хоррор-приключения Которое проволочет их по мрачным и тесным декорациям среди висящих трупов свиней А вместо этого они получили... симулятор ходьбы A Machine for Pigs это своего рода брат-близнец The Dark Descent Но из злой параллельной вселенной У игр много общего с точки зрения структуры Есть главный герой с Амнезией Есть огромный механизм, играющий центральную роль в сюжете Есть монстры, которые созданы для того, чтобы помогать этому механизму работать Но у них невероятно разные подходы к реализации своих идей Потому что там, где оригинальная игра держала игрока в напряжении Ежеминутно угрожая спустить на него монстров Которые угрожают герою смертью А игроку откатом на последний чекпоинт Машина для свиней проворачивает гораздо более сложный трюк Она заставляет игрока бояться заходить за следующий поворот Потому что то, что там может обнаружиться, будет намного страшнее любого монстра И это что-то правда Машина для свиней начинается сюрприз-сюрприз С того, что главный герой Освальд Мандус, промышленник и филантроп Приходит в себя после припадка лихорадки Он ничего не помнит Ему, очевидно, мерещатся его дети Которые зовут отца поиграть в прятки По сути, лишенный выбора герой пускается в путешествие По собственному пустующему дому И горюет о бессрочно покинувшей его супруге Поначалу все выглядит безобидно Хотя, что вот это вот за клетки Но скоро становится странно Когда обнаруживается, что в стенах на самом деле проложены коридоры По которым можно незаметно перемещаться по дому И наблюдать за людьми, например, в ванной комнате Следом в здании возникают какие-то странные свиноподобные монстры А под зданием оказывается некая загадочная огромная машина И голос в телефонной трубке говорит, что дети Мандуса находятся в ее недрах И чтобы их выпустить, он должен спуститься вниз и запустить двигатель Пройдя по пустынным улицам Лондона Освальд приходит в странную церковь Откуда и попадают в жаркие темные механические недра машины Населенные человека свиньями И постепенно погружаясь в этот ад зловония Мандус осознает, что это он создал эту машину И всех этих монстров И убил своих детей тоже он И в конце он узнает, почему и зачем Десять лет назад, когда его супруга умерла во время родов близнецов Мандус пообещал заботиться о сыновьях Но предприятия его стали разоряться И в поисках спасения Освальд забурился в семейные архивы Где нашел упоминание о некоем Александре Бренненбургском О загадочной сфере И энергии, которую она способна излучать И Освальд отправился на ее поиски в Мексику Нашел, пощупал И случилось две вещи Во-первых, сфера показала Мандусу будущее Революции, катастрофы И бесконечные кровопролитные конфликты разных масштабов А главное, как его любимые дети в грязи и крови Умирают на полях Первой мировой Те самые дети, о которых он обещал заботиться Во-вторых, сфера раскалывается Как и сознание Мандуса У которого появляется альтер-эго Который решает, что милосерднее будет уничтожить мир Чем позволить ему пройти через все вот эти грядущие ужасы После возвращения в Лондон Пока Мандус якобы маялся лихорадкой На самом деле его вторая личность Инициировала проект строительства машины Которая должна была запуститься 31 декабря 1899 года И стереть Лондон с лица земли Чтобы проклятый 20 век не наступил После того, как Мандус осознал, что он натворил Он нашел единственный выход из положения Принести себя в жертву машине Чтобы та самоуничтожилась И знаете Вау Да, машина для свиней не заставляет кровь в жилах стынуть Или наоборот прокачиваться под диким давлением адреналина Здесь и самих монстров мало И встречи с ними срежиссированы гораздо хуже, чем в оригинальной игре Но зато все остальное куда лучше История глубже, многослойнее С проработанным протагонистом Атмосферой, которая кардинальным образом меняется От тихого расслабленного дома До громыхающей металлом хтонической машины И музыка, которая знает, как подчеркнуть и усилить эмоцию в конкретном моменте Благодаря чему в концовке Натурально наворачиваются слезы Атмосферой, которая знает, как подчеркнуть и усилить эмоцию Атмосферой, которая знает, как подчеркнуть Атмосферой, которая знает, как подчеркнуть И вот здесь пролегает главный водораздел между тем, что получилось у Frictional Games и у The Chinese Room Первая сделала шикарный именно игровой хоррор Со ставкой на интерактивность и адреналиновый ужас, порождаемый взаимодействием игрока с миром В то время как A Machine for Pigs в гораздо большей степени книжный хоррор, чем игровой Она в первую очередь полагается на нарратив Раз за разом ставя неудобные вопросы и давая на них худшие возможные ответы Но важнее то, что здесь ситуации гораздо более, как говорят англичане, relatable С ними куда проще себя ассоциировать Да, никто из нас не трогал волшебных сфер Но идея о том, что в будущем нас ждет куча всего плохого, страшного, ужасного Она абсолютно не фантастична Как в масштабе всего человечества, так и в масштабе конкретной жизни одного человека И всех нас глобально это тоже делит на две половины Одну, которая панически боится грядущего И другую, которая ей противостоит И каждый раз, начиная новое дело или заводя новые отношения Мы не знаем, чем все это закончится Банкротством, депрессией, разбитым сердцем Или сказочным И жили они долго и счастливо И сюда еще можно много всего приплести И политику, и экономику, и разговоры о детерминизме, соцкомментарии Но в любом случае важно то, что это проблемы, вполне имеющие отражение в реальности Никаких инопланетян, никакой призрачной энергии страдания И здесь в дело вступает третья составляющая взрывной микстуры Отыгрыш То, как все эти идеи красиво написаны и выразительно озвучены актерами в Амнезии A Machine for Pigs Это отдельный повод для восторгов Но мы можем их спасать Мы можем их спасать Мы можем их сделать Мы можем replaceать Роттен, old world С чистым, новым Мистер Мандерс, вы sound every bit the fanatic Как я могу быть так, профессор? Как можно ли я, какой человек, по-настоящему, просто стыдь и смотришь этот мир Субь в своем искрении Я могу встретить его, your great engineer Как невероятно Я должен сказать, Мистер Мандерс, что моя excitement почти необычная Да, я могу видеть это Да, машина для свиней упразднила практически все игровые механики оригинала. Герой перестал бояться тьмы и монстров, масло в бледном фонаре не заканчивается, трутницы не надо собирать, инвентарь пропал, все немногочисленные загадки решаются руками, без задействования карманов, а окружение стало многократно менее интерактивным, хотя это ведь фишка движка, и длится она раза в два меньше. Из-за этого всего любопытно посмотреть на то, насколько сильно меняется восприятие игровых элементов между призраком прошлого и машиной для свиней, потому что пространство в оригинальной амнезии это в первую очередь лабиринт, грубо говоря, с минотавром. И игроку важно запомнить планировку, расположение элементов, чтобы в случае экстренной ситуации иметь возможность быстро сориентироваться и таким образом спастись. Окружение не рассказывает историй, не раскрывает глубже персонажей. Сюжетно важных локаций здесь раз-два и обчелся, а само убранство средневекового замка и отдельных его частей не вызывает особых эмоций. Мы что-то подобное видели уже неоднократно. И если что, это не упрек. Игроку реально куда важнее считывать структуру локации и запариваться с поиском запрятанных в окружении полезных предметов. В то время как в машине для свиней на первый план выходит именно нарративная роль декораций. Рассказать о главном герое через дом, в котором он живет, передать игроку жар, смрад, которые царят в недрах невообразимой машины, и не запутать его, пока он шляется туда-сюда в процессе. Поэтому структура большинства зон здесь вполне коридорная. И так как именно эмоциональная часть погружения волновала разработчиков, они даже записки из текстовых превратили в аудиозаписи граммофона. Потому что сюрприз, сюрприз, живой голос куда богаче на эмоции, чем самые выразительные буковки. И поэтому игре так важно создавать как глобальный на протяжении всего повествования, так и локальный контраст. И она это хорошо умеет делать. Она умеет стимулировать воображение игрока, давая тому не осознать и не измерить, но почувствовать невообразимость загадочной машины, созданной Мандусом, олицетворяющей невообразимость его страха. Несмотря на относительную скоротечность, она умеет оставить после себя вязкую пелену мыслей, которую ты не можешь просто взять и стряхнуть. Она застревает в мозгу, и отдельные моменты хочется переживать по кругу. Такой подход оказался близок не всем игрокам и не всем критикам, но Frictional Games, в отличие от Bethesda Softworks, сделала нужные выводы. И это позволило ей спустя несколько долгих лет разработки выпустить, пожалуй, главную свою игру, которой и будет посвящен следующий эпизод истории компании Frictional Games. На этом на сегодня у меня все. С вас лайк, подписка и колокольчик. С меня третий выпуск. Примерно через месяц. И помните, что какими бы пессимистичными перспективами не отдавало будущее, но там все еще есть свет. И до скорых встреч на СтопГеймРу.